Друзья, приветствую вас на канале Словения с Хельга Уайт. И перед тем, как мы начнем обсуждать с вами новости уходящей недели, призываю вас подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и поделиться своим ценным мнением в комментариях. Мэром Любляны является Зоран Янкович аж с 2006 года. Несмотря на то, что он постоянно подвергается критике, все-таки планомерно его переизбирают. И он перед своими первыми выборами обещал, что в реке Любляница можно будет купаться уже в 2012 году. Но предвыборное обещание до сих пор не выполнено. На то, видимо, оно и предвыборное. Словенское агентство по охране окружающей среды, Арса, измерило химические, экологические и микробиологические параметры рек в Словении. Государства-члены ЕС обязаны контролировать химическое состояние поверхностных вод. На основании анализа рыбы оценивается плохое химическое состояние всех поверхностных вод Словении, а именно из-за избытка ртути и промированных дефинилефиров. К сожалению, ситуация аналогичная во всех европейских странах. Арса также отслеживает экологическое состояние вод, которое сообщает нам о состоянии водорослей, растений и животных в водных экосистемах и о том, насколько хорошо сохранилась их среда обитания. Главная река Любляны, Любляница, не входит в число безопасных рек для купания. Очень часто вновь прибывшие задают вопрос, где есть в Любляне открытые речные пляжи. Еще раз вас предупреждаю, что таких пляжей нет. Используйте для купания открытые бассейны. Курьезный случай произошел на этой неделе в Любляне. Одна неизвестная дама взяла прозрачную пленку и обмотала ею полностью автомобиль своего любовника. Сверху на этой пленке она оставила сообщение о том, что беременна от него. И также оставив ругательство, обозвав своего любовника псом. Интересно, что женщина все-таки оставила сообщение не на самом автомобиле, а предупредительно замотала его пленкой, которую все-таки можно безопасно отстранить, не повредив сам автомобиль. Вот такие хорошие женщины в Словении. Рынок недвижимости в Любляне снова удивил. На сайте недвижимости появилось одно интересное предложение о продаже квартиры в центре Любляна. Стоимость квартиры адекватная, но есть некоторые условия. Владелец квартиры должен остаться в ней жить даже после ее продажи и готов платить часть коммунальных платежей. Вы не ослышались, именно часть коммунальных платежей. Пользователи соцсетей активно обсуждают такое странное предложение. Да, нужно заметить, что квартира двухкомнатная в центре Любляны. Ее цена, по которой предлагает ее собственник вместе с собой, составляет 189 тысяч евро. Кстати, возраст продавца не указан. Как вам такое предложение? Согласились бы вы купить квартиру в центре Любляны по достаточно адекватной цене, но вместе с хозяином, который там будет жить пожизненно? Но он считает, что это очень хорошая инвестиция. А почему он так считает, это непонятно. Видимо, потому что просто человек хороший. Словению повергла в шок трагическая смерть новорожденного. Ребенку было всего лишь 7 месяцев, и он погиб по непонятным причинам. Молодая мать родила ребенка в карете скорой помощи по пути в роддом. И по каким-то странным причинам этот ребенок не был поставлен на учет. И к нему не приходила патронажная сестра, которая должна помогать молодой матери заботиться о новорожденном. И также следить за условиями, в которых содержится ребенок. Такие ошибки в бюрократической системе привели к ужасному трагическому событию. В Словении на этой неделе был поставлен рекорд по перепаду температуры. На прошлых выходных температура в Словении достигала 29 градусов по Цельсию. Но уже с начала недели пошло резкое похолодание, и температура снизилась до 9 градусов. Абсолютный рекорд был поставлен в маленьком городке по четверток, где разница температур составила аж 26 градусов Цельсия. Помимо того, что температура резко упала, так вдобавок еще пошел и снег. Синоптики обещают, что холодный фронт продлится всего лишь неделю. И очень надеемся, что со следующей недели уже начнется потепление. Друзья, хочу вас предупредить, что в ближайшие две недели выпуска новостей не будет, так как я уезжаю в отпуск. Но не переживайте, без контента я вас не оставлю. У меня есть уже отснятый материал, который будет выходить в мое отсутствие. Ну а те, кто хотят оставаться со мной на связи, приглашаю перейти и подписаться на мой инстаграм, где я буду делиться в сторисах своими событиями из жизни каждый день. И в конце узнаем у Алисы, какая погода будет в Любляне в понедельник. Алиса, какая погода нас ждет в Любляне в понедельник? Завтра в Любляне от плюс двух до плюс десяти дождь. Спасибо, Алиса. И вам спасибо за вежливость. К сожалению, погода оставляет желать лучшего. Друзья, не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, ставить лайки и делиться своим ценным мнением в комментариях. Пока-пока, до новых встреч!